Я себя таким, так сказать, уж восточным следом не считаю. Вот просто ряд мои с Восточным регионом России и в частности с китайскими русскими, то есть с приграничной территории российско-китайской, где проживает китайско-русское население. По сути дела, это такая погранича, которая объединяет Россию и Китай в районе Забайкалья. И, в общем-то, я достаточно давно веду там различного рода исследования, в том числе и визуально-антропологические. И я уже неоднократно об этом рассказывал коллегам, в том числе, когда приезжал в Элисту на конференции сетевое востоковедение. И, собственно говоря, вот с учетом нынешней темы съезда, мне бы, конечно, надо было бы читать доклад, связанный с архивами, потому что, без сомнения, количество архивов, относящихся к этому региону, их не очень много, но они представляют определенные интересы. В частности, вот я буквально неделю, как ознакомились с архивом, очень таким любопытным архивом, который был перемещен фактически из России в Германию, сейчас хранится на территории Германии. Это архив Кайгородова Анатолия Макаровича, уроженца региона, уроженца Трехречи, это регион, который находится на границе с нашим Забайкалем на стороне Китая. Его родители, они пришли из-за Байкаля после того, как закончилась гражданская война, и там обосновались. Он сам родился в Китае, а потом в 50-е годы, когда все русское население оттуда выезжало, он оказался в России, оказался в Москве. Зная китайский и японский язык, он стал работать в библиотеке иностранной литературы, и в общем-то в 70-е годы, точнее в конце 60-х, в начале 70-х годов, он написал несколько статей, часть из них опубликована в этнографическом, это сейчас называется, конечно, «Этнографическое обозрение» журнал, а тогда он назывался «Советская этнография». Это были первые статьи, посвященные этому региону для российского читателя. В основном он описывал Эвенков, потому что его семья очень активно контактировала с Эвенками, проживающими на этой территории. Затем как-то интерес со стороны исследователей российских к нему, так сказать, упал, потому что, в общем-то, это были статьи в основном такого популярного характера, и он стал переписываться с немецкими исследователями, и вот, собственно говоря, они присылали ему разного рода вопросы, и он на них отвечал все, что он знает про Эвенков, и вот, собственно говоря, пересылал им фотографии, так сказать, какие-то другие материалы, но самые важные фотографии, и, в общем-то, отвечал на вопросы. Вот я сейчас благодаря, собственно говоря, детям Анатолия Макаровича, я знакомлюсь с этими письмами, которые он писал немецкому профессору Хейни, вот, и он, так сказать, в этих письмах отвечает на вопросы, касающиеся жизни Эвенков, их традиции обычной, но также описывает и жизнь русских поселенцев, и это чрезвычайно такой интересный материал. Профессор Хейни вообще написал книгу, посвященную трехреченским Эвенкам, Эвенкам, которые проживают на этой территории. В основном она основывается на материалах Анатолия Макаровича и Городова. Ну, это как бы такая вот небольшая преамбула, касающаяся, в первую очередь, тематики нынешнего съезда востоковедов. Но, возвращаясь к теме своего доклада, в общем-то, к этой теме меня подвигла работа, посвященная такой монографической исследованию, которое называется «Русские пиджины». Значит, собственно говоря, само явление, оно известно в... Само явление, оно хорошо известно среди исследователей русского языка. Вот, и уже в XIX веке некоторые путешественники и торговые люди, и уже исследователи отмечали, что вот на русско-китайской границе существует особый такой язык, который используют торговцы, в первую очередь китайцы, и не только, да, в общем, китайцы, и со стороны русского населения он также использовался, вот, вменовый такой, в торговых отношениях, значит. А этот язык, он так или иначе описан, так называемый кягтинский язык. И он, значит, был известен, его бытование, так сказать, фиксировалось, вот, получается, с XVIII века точно, может быть, он существовал раньше, в XIX столетии, в начале XX столетия. Вот, понятно, что об этом языке я, так сказать, как-то имел некоторые представления по отдельным статьям и работам, но вот интересно, что, занимаясь полевыми исследованиями как раз среди китайских русских, вот с этим русским пиджином, немножко исковерканным, конечно, русским языком, который вобрал в себя и элементы китайского языка, и, видимо, элементы монгольского языка. Вообще исследователи считают, что вот монголы, они приняли активное участие в формировании языка вот этого китайского пиджина, то есть потому что монголы были первыми, собственно, переводчиками для китайцев среди русских. Вот, но оказалось, действительно, что китайские русские этим языком практически не пользуются. Они пользуются, значит, китайским языком, тот язык, который они получили от своих китайских отцов, и, собственно говоря, русским языком в его забайкальском варианте. Но все-таки, все-таки, вот в некоторых фольклорных текстах мне удалось обнаружить примеры этого китайского пиджина. Ну, в качестве, значит, образца я бы хотел вам показать эти примеры. Вот, их не очень много, их не очень много, но, тем не менее, они чрезвычайно любопытны. Вот, к примеру, значит, вот такой, как бы, анекдот я записал от одной из китайских русских, Тамары Бутина, вот, этот анекдот посвящен, значит, рассказам про Тунгусску, вот. И, как бы, передавая речь Тунгусске, вот здесь, значит, вы видите, тут, во-первых, сама исполнительница, она, как бы, сменила интонацию, это было очень, это очень хорошо слышно на аудиозаписи, значит, да. И вот обратите внимание, значит, да, что она, значит, в своем пиджине обращается ко всем девка, значит, да. Тут, значит, ну, слово «чуху» вообще в забайканском диалекте – это «слышать», да. Вполне возможно, что, значит, вполне возможно, что это слово имеет такое общественно-славянское происхождение, потому что, значит, «чувам» это, допустим, по-болгарски это тоже «слышать». Но здесь, вот, исполнительница это слово использует в другом значении, в значении «ждать». И, в общем, такое, как бы, увеличение семантики потребляемых слов достаточно характерно для пиджина. Вот, он, так сказать, использует слова в более широком значении. Вот, кроме этого, обратите внимание, тут к мужчине обращается им по имени, вот, обращается как девка. Это, между прочим, тоже очень характерная такая особенность пиджина, опять же, связанная вот с увеличением семантики, когда тут неважно уже половое, так сказать, это, как бы, обозначение именно вот человека. Понятно, этот, как бы, текст имеет такое несколько фривольное содержание, но вот, как раз, значит, получается, что вот маркирование представителя другой этнической группы не русского человека, а в данном случае, вот, тунгуски, венкики, в общем-то, используется при помощи языковых средств, и именно при помощи средств русского пиджина. Кроме этого, мне удалось вот записать уже на нашей территории один такой анекдот, в котором происходит примерно то же самое, когда маркирование языка, маркирование, как бы, героя происходит с помощью языка, и, в общем-то, учитывая характер пиджина, что он не совсем понятен для, может быть, для окружающих, то вот его интерпретация, она приводит к печальным последствиям. Дело было в 30-е годы, и якобы, вот, один из китайцев оказался в тайге, пришел на зимовье, а в зимовье были охотники, такая большая компания, и, понятно, что все нары, понятно, кровати в зимовье не было, они оказались занятыми, и, по сути дела, значит, китаец, о китайцах надо было сказать, что было много в Байкале в эти годы, значит, он посмотрел на это и говорит, используя как раз пиджинские средства, кому нара хорошо, то есть кому на нара хорошо, а коммуниза плохо, то есть ему нужно было только вниз лечь, естественно, как бы эти слова были интерпретированы совершенно по-другому, что коммунары – это хорошо, значит, а коммунисты – это плохо, ну вот, и в реалиях 30-х годов якобы загребли и посадили, понятно, что это тоже анекдот, вот, но он, так сказать, демонстрирует, в общем-то, тот момент, значит, да, что вот пиджин, он стал явлением не бытового общения, а он стал явлением, по сути дела, такой вот фольклорно-стилитически окрашенной речи, но вот любопытно, что среди китайских русских наиболее продуктивным и сохранившихся жанров являются частушки, и, значит, некоторые из этих вот частушечных форм, некоторые из частушечных форм, видимо, достаточно ранние по своему характеру, и они ранние, и вот, видим, возникли еще, так сказать, с не одной десятилетия назад, когда этот пиджин был в живом бытовании, и вот у него была такая макаронического характера, то есть сочетает и китайский язык, и русский язык, но вот русский язык как раз вот в его, как раз, пиджиновой форме. Вот тут все вот частушка, она, собственно говоря, пиджиновая форма, и это уже такое достаточно редкое явление, по сути дела, значит, да, для нас, вот для современности русский пиджин можно услышать только вот в фольклорных текстах, и они, как бы, получается, законсервированы, как бы, по лицам фольклорный текст, он является таким некоторым архивом именно для русского пиджин. Ну, еще один пример я приведу, значит, да, это вот тоже такая частушка, тоже с макаронического характера, тут используются китайские и русские слова, а русские слова именно вот в своей пиджиновой форме. Ну, фанзе, это, понятно, дом кушай, это как раз использование такой поведительной формы, опять же, которая действительно характерна для пиджина. И я, значение не я, а именно с нами, то есть ешь с нами, значит, да. И, собственно говоря, здесь мне нужно, значит, вот завершая, хочу сказать, что, конечно же, русский пиджин, это вот он, вот фольклорные данные, они расширяют наше представление об этом языке, о котором, на самом-то деле, известно. Немного словарей составлены, но они небольшие по объему, и вот эти материалы, они добавляют нам для, много добавляют нам в этом представление об этом явлении. Спасибо. Спасибо.